Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Разум когда-нибудь победит. Возможно, искусственный. О развитии региональной экономики в условиях цифровой трансформации говорили сегодня эксперты. Путевка в жизнь. В Рязанской нефтеперерабатывающей компании привели к присяге молодых специалистов. Полувековой путь Рязанского цирка. Накануне юбилея. Тема развития региона в условиях цифровой трансформации общества, если не острая, то точно горячо обсуждаема. Люди и сервисы за этими технологиями могут просто не успевать. Поэтому тему и обсудили на округлом столе в областной библиотеке имени Горикова с приглашенными экспертами. Главное, что тормозит развитие региона в условиях цифровой трансформации общества – отсутствие кадров. На это жалуются все ведомства без исключения. При том, что именно цифровизация признана правительством главным драйвером социально-экономического развития общества. Что мы делаем для решения этой проблемы? То есть министерство наше реализует региональный проект «Кадры для цифровой экономики» Рязанской области называется. Целью данного проекта является содействие цифровизации общества и формирование цифровых компетенций у различных категорий граждан. Но в первую очередь мы, конечно, нацелены на наше молодое поколение, на школьников, на студентов. Гостями круглого стола по теме актуальные тенденции социально-экономического развития региона в условиях цифровой трансформации общества и стали как раз студенты сразу трех вузов города, в каждом из которых цифровизация идет полным ходом. Это введение цифровых технологий в учебный процесс, изучение новых дисциплин, изучение новых модулей. Для нас очень очевидным является то, что цифровая трансформация – это и поле возможностей, очень серьезных возможностей для прорыва. И, с другой стороны, это определенные вызовы. Главный вызов, как человек, индивид, личность адаптируется к этим новым условиям. Спикеры круглого стола – представители министерств и ведомств региона, а также главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Кстати, проходит мероприятие в библиотеке имени Горького, который уже давно в тренде. Ведет свою программу по генерированию и созданию из собственных цифровых ресурсов. Активно взаимодействует с федеральными научными и образовательными культурными центрами, участвуя в создании и использовании ресурсов национальной электронной платформы, национальной электронной библиотеки, как поставляя туда свои форматы. Информационная безопасность, предотвращение экономических и финансовых преступлений, состояние АПК – темы наиважнейшие. Актуальность появления новых кадров повышенная, поэтому и внимание к выпускникам первостепенное. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанская нефтеперерабатывающая компания сегодня торжественно приняла в свои ряды 20 новых нефтяников. Для вчерашних выпускников вузов России нефтезавод стал первым местом работы. Парни и девушки будут работать по таким специальностям, как оператор технологических установок, электромонтер по ремонту оборудования, инженер по охране труда, приборист, экономист. Марина Романюк посчитала всех. Церемония посвящения молодых нефтяников – ежегодная традиция со сложившимися ритуалами и неизменно торжественной атмосферой. Как правило, молодые специалисты к этому времени уже успели влиться в коллектив и осознали, что сделали верный выбор в жизни. Спустя годы сотрудники РНПК лишь убеждаются в этом. В свою жизнь с нефтепераработкой я связалась еще в 10 классе. Все, когда, это был 2007 год, завод проводил олимпиаду по химии для школьников, я стал призером олимпиады. Я потом получил целевое направление. Уж каждый год приезжал летом на практику, проходил здесь производственную практику, а потом даже, как и вы, прошел путь молодого специалиста. Активно участвовал в мероприятиях и даже сегодня перед началом данного мероприятия видел свою фотографию здесь на слайде. К чему все это я? Хотел бы вам сказать, что на заводе выстроена эффективная система развития и подготовки кадров. Вам строится огромная возможность для становления и развития ваших профессиональных компетенций. Каждый из юношей и девушек, поступивших на работу в РНПК после студенческой скамьи, уже лучшие из лучших. Но при столь серьезном старте их подготовка и профессиональный рост не заканчиваются. Работа в РНПК только начало. Впереди и участие в научных конференциях, и переподготовка, и повышение квалификации. Хотелось бы, чтобы те школьники, сегодняшние школьники, которые заканчивают 10-11 классы, те студенты, которые выпускаются с наших пролив-институтов, понимали, что мы к этому относимся серьезно. Мы относимся к серьезному и к будущему, к нашему настоящему, и понимаем, что без них развития компании нет. Отсюда такое отношение, отсюда такой подход. К кульминации церемонии – своеобразная отметка нефтью и произнесение клятвы на верность профессии. Парни и девушки пообещали повышать свой профессиональный уровень и вносить достойный вклад в укрепление нефтяной отрасли. Я готова, давай, 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 все мои силы, знания, опыт. Подготовке кадров и поддержке молодых специалистов нефтезавод уделяет значительное внимание. В рамках корпоративной программы предприятие закрепляют за каждым специалистом наставника, который в течение трех лет обучает и погружает в профессию, знакомит с коллективом, отвечает на вопросы. Церемония посвящения – один из этапов адаптации новых сотрудников, который уже доказал свою эффективность. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 17 декабря свой полувековой юбилей отмечает Рязанский государственный цирк. Сегодня он по праву, один из лидеров организации детского досуга и отдыха, пользуется заслуженной любовью у детей и их родителей, занимает достойное место в системе современной культурной сферы. Об этапах становления расскажем далее. Точка отчета новой рязанской цирковой истории принята считать 1971 год. Именно тогда, 50 лет назад, появилось то самое здание, которое помнит с детства, наверное, каждый рязанец. Новую цирк возвели буквально за два года. Мэтр журналистики и сегодня помнит, как все начиналось. Остальная работа была оркестра. Мы играли без микрофонов, вот своим звуком, сидели там вот на галерке, в самом верху. То есть от нас зависело. То оркестр не слышал, там все это, все это урегулирование, все шло. Репетиция этих, программа была. И этот вот ажиотаж этот, он надолго останется в памяти. Он такую школу давал нам, огромную, профессиональную. За полувековую историю на арене Рязанского цирка блистали знаменитые и любимые всеми артисты. Карандаш, Юрий Дуров, Маргарита Назарова, братья Запашные, Ирина Бугримова и другие звезды Манежа. У журналистов той поры до сих пор хранятся памятные сердцу артефакты. Здесь впервые вышел на арену самый юный в мире клоун. Я о нем писала. Из казахского цирка Маратик. Но, к сожалению, он, карьеру он почему-то не стал делать цирковую. Вот сейчас я о нем не слышала. Вот у меня удивительный блокнот. Здесь оставили своим автографы артисты цирка. Тихоновы, Андрей Кузнецов. Аншлаг – главная награда для артистов, для бывших и нынешних звезд цирка. Дети, конечно, первостепенные ценители. От них, как правило, восхищение больше всего. Но именно дети со временем превращаются в главных продолжателей зрительских традиций. Восприятие зрителей добавляло нам каких-то таких впечатлений самих для себя, что действительно, когда мы нравимся, мы с любовью относимся и к зрителю. Когда работаешь в воздухе, я крутила хула-хупы в воздухе, и когда летаешь над манежем цирка и видишь лица, кто-то улыбается, а кто-то с такими круглыми глазами. Ой, неужели так можно? А можно? Предновогодняя программа современного цирка будет насыщенной. 18 декабря здесь покажут благотворительное выступление, а 25-го прямо в фойе развернется настоящая рождественская сказка с фокусниками, мастер-классами и конкурсами для детей. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани при поддержке регионального Минспорта пройдет первый областной фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода-2021». Слет рязанских моржей уже в ближайшую субботу, 18 ноября. О том, к чему готовят себя сильные телом и духом, Валерий Седов. Сегодня на улице всего минус один, а к субботе температура станет еще ниже. Но для закалки ничего необычного, говорят любители зимнего плавания. Они еще шутят, что в воде не мерзнут, а наоборот, греются. При этом сама вода пусть и с плюсом, но отметка столбика термометра замирает всего лишь на 0,7 градусов. 18 декабря около этой самой проруби на стадионе ЦСКА соберутся целых три команды таких пловцов из трех регионов России. Здесь пройдет первый областной фестиваль закаливания и зимнего плавания. Вот для чего это вообще производится, этот фестиваль проводится? Для того, чтобы люди могли оценить пользу закаливания. Каждая мастер-площадка, мастер-класса, она представляет собой отдельный вид закаливания. В комплексе это единая система закаливания, то есть объединяющая все эти способы закаливания. И это позволяет, скажем, в отсутствии ледяной воды можно использовать какой-то другой вид закаливания и постоянно находиться в системе тренировок, постоянно тренировать свой иммунитет. Таких площадок мастер-классов будет шесть. Каждую проведет, так сказать, морж-профессионал. Расскажет и про обливание, и закалбек, а также почему полезно чередование термопроцедур. Будут и показательные выступления, такие как эстафетный заплыв и марафонское плавание на 300 метров. Две дорожки натягиваются на нашей акватории, то есть поплавки обозначают край рабочей зоны плавания. Соответственно, используют все виды плавания. Бутерфляй, брас и кроль. Но кроль, как мы знаем, самый такой активный и скоростной вид плавания. И чтобы не наскочить на бортик, на поплавковую дорожку, у нас стоит маркер. Всего выступят 35 человек разных возрастов. Самому старшему 73 года, младшему 5. Дошкольники, кстати, представят зрителям отдельную показательную программу. При этом самих зрителей к плаванию в холодной воде не допустят. Погружаться нужно подготовленным, говорят любители зимнего плавания. Какую бы пользу для иммунитета не несло закаливание. А именно правильному закаливанию и научат на фестивале закаливания и зимнего плавания, которое пройдет в субботу с 10 утра на стадионе ЦСКА. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания. А это новость для профессиональных нумизматов и обычных коллекционеров красивых монет. Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Атомный ледокол «Урал» серии «Атомный ледокольный флот России», серебряную номиналом 3 рубля и золотую номиналом 200 рублей. На них изображение ледокола, ледяных глыб и звезд. Серебряную монету, тираж которой составил 3000 экземпляров, также украшает цветное изображение северного сияния, а на золотой с тиражом в 500 штук изображена градусная сетка. Специализированные суда для расчистки фарматора традиционно получают уникальные названия в честь географических объектов или известных людей, в том числе из Рязанской области. В 1960 году, например, имя былинного героя Добрыни Никитича, который, как считается, родился на Рязанской земле, получил дизель-электрический ледокол. А в следующем году в состав ВМФ России примут новый ледокол «Евпатий Калаврат», названный в честь легендарного героя народного сказания. Старейшая политическая партия России, ЛДПР, отметила 32-ю годовщину своего создания. Секрет политического долголетия, как считают партии, в честности перед избирателями и стремлении помочь каждому гражданину страны. В центре большой политики ЛДПР уже 32 года. И вовсе не случайно, что свой день рождения партия отмечает сразу после Дня Конституции. Именно либерал-демократы 28 лет назад заложили правовой фундамент существования страны. Первая российская конституция нового времени – их заслуга. И самое главное, что если бы Конституция не была принята, то состоявшиеся выборы считались бы недействительными. Ибо выборы в Госдуму были заложены в этой Конституции. Если ее нет, то вы можете сто раз проводить выборы. Власть существует вся благодаря этой Конституции. Мы смело смотрим в глаза любому избирателю. Мы никого не обманывали. Ответственное заявляет сегодня в партии – обществу нужно больше свобод. В России не должно быть ни одного безработного, бездомного, голодного. Наша страна, ее природа и демократия для всех – для русских и других народов страны. Так ЛДПР формулирует свою идеологию. «Если бы у нас была власть вместо «Единой России», никакой пандемии не было бы в нашей стране, бедных уже бы не было, Украина уже бы не дымила, и везде был бы русский язык, и все бы гордились, что живут в России, потому что было бы смелое решение, сильное решение». Инициатива Владимира Жириновского, а также депутатов, сенаторов, активистов и сторонников ЛДПР зачастую значительно опережает общественную мысль, планы правительства и деятельность чиновников. ЛДПР не гадает, а знает, потому что опирается на интересы простых людей. Секрет долголетия ЛДПР – в честности с избирателями и стремлении помочь каждому гражданину страны. Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова